В рейдовую группу Белорусской Федерации профсоюзов вошли технические инспекторы самых разных отраслей – от строительства и медицины до транспорта и образования. Они проверили 14 предприятий и организаций Бобруйтка на наличие средств индивидуальной защиты, правильно выстроенный с точки зрения безопасности, технологический процесс, необходимые документы. Под пристальным взором специалистов оказались все аспекты охраны труда и не только. Это не взыскание, это не наказание, это оказание практической помощи. То есть инспекторы подсказывают, где какие документы нужно привести в порядок, как лучше организовать тот или иной процесс. Группа посетила поликлинику номер 3, автобусный парк, завод КПД, стройтехснаб и много других предприятий и организаций. Везде на местах с пониманием отнеслись к такому визиту и оказывали всяческое содействие, ведь безопасность труда – дело общее. Следим за качеством производства работ и следим за соблюдением техники безопасности, чтобы люди были в спецодежде, в рабочие обуви, в касках, чтобы соблюдали технику безопасности. Непосредственно на производство специалисты отметили высокий уровень организации охраны труда и четкую работу руководства и коллективов по созданию безопасных условий труда. Причем это касалось не только государственных, но и частных предприятий. В силу определенной специфики немного хуже обстоят дела в учреждениях образования. В бюджете таких организаций нет отдельных статей расходов на охрану труда, как и нет нужных специалистов. Специалистов нет и приходится этим заниматься кому? Учителям. И сколько бы не вкладывали нашего опыта, практики, обучения учителей, но за два, за три, даже за десять часов мы не научим их то, что делает специалист, обучающийся пять лет. Не обошлось и без выявленных нарушений, но в абсолютном большинстве речь не шла о каких-то грубых игнорированиях техники безопасности. Чаще вопросы возникали по ведению документации. В основном нарушения те, которые требуют чистого исполнения должностных обязанностей. Это и ведение журналов, современное проведение инструктажей по охране труда, правильно оформление протоколов проверки знаний, правильно оформление инструкции по охране труда. В общем-то, это то, что необходимо специалистам по охране труда делать, и это то, что они обязаны это делать, контролировать и проверять. Сегодня в Большом зале госполкома на расширенном семинаре были подведены итоги работы рейдовой группы. В целом, специалисты Федерации профсоюзов Беларуси дали положительную оценку уровня обеспечения охраны труда и подготовки специалистов на бобруйских предприятиях. А все выявленные нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. Аванес Степанян, Андрей Богдан, Бобруйс 360. Аванес Степанян, Андрей Богдан, Бобруйс 360.